Протянуть лапу помощи. Животным тоже нужны доноры, но найти их труднее, чем человеку. Для собаки Сары обычная прогулка во дворе дома чуть не стала последней. Питомец случайно съел крысиный яд, который докхантеры периодически разбрасывают на улице. Животное сразу отвезли к ветеринару, однако лечение долго не приносило результатов. С каждым днем Саре становилось хуже. Начали отказывать лапы. Врачи решили попробовать провести переливание донорской крови, и это спасло собаке жизнь. Сегодня питомец счастлив и абсолютно здоров. В такой степени она была ослаблена, но она умирала. Кровь нам, я так поняла, может она и помогла немного и чуть-чуть подняться. Но итога такого, какого ждали врачи, не было. Потом через буквально дня 4-5 нам привезли еще одного донора. И через 3 дня еще одного донора. Помощь вот этих трех собак и трех доноров нам все больше и больше ей давали жизненных сил, конечно, и лекарства. И вот эта кровь очень-очень нам помогла. Переливание крови может потребоваться животному в различных ситуациях. Самое распространенное – это укус клеща. И здесь необходима экстренная помощь донора. Искать среди друзей и знакомых тех, кто согласится отдать кровь своего любимца, не всегда получается. Да и животное может не подойти по медицинским показаниям. Стать донором может не всякий. Собака должна быть старше одного года и младше восьми лет, быть вакцинирована и достаточно упитана. Мы в своей работе сталкиваемся с донорством очень часто. Наших доноров, собак, которые проживают в нашем приюте в селе Лопатина, либо в нашем госпитале, очень часто самарские известные клиники в любое время дня и ночи вызывают стать донорами. И у нас есть собаки-почетные доноры, которые отдают свою кровь десятки раз за годы проживания у нас. Идеальным направлением может стать банк крови. Это даст возможность ускорить процедуру. Сейчас на базе некоторых ветеринарных клиник в Самаре начинает развиваться это направление. Ну а пока без помощи бездомных братьев наших меньших не обойтись. И за это мы должны быть им благодарны. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.